первый автомобиль который сегодня забрали вы купили это subaru forester автомобиль 2014 года выпуска это был поиск автомобиля то есть подбор автомобилев под ключ автомобиль поедет у нас город сахалин но чуть попозже пригнали его на стоянку здесь он будет стоять около месяца ждать своего своего нового владельца нашего подписчика и так автомобиль 2014 года белый перламутровый цвет летняя резина на штатном литье ну единственное не могу сказать что летняя резина хорошая до сезон она еще отходит в хорошей комплектации стоил автомобиль 1 миллион двести сорок пять тысяч сделали скидку 5000 рублей потому что знаете многие спрашивают там мы хотим скидку 20-30 тысяч рублей порой 100 тысяч рублей ребят такого не бывает на хорошие машины большие скидки не делают он целенький не битой не крашена лобного родное лобовое стекло система айсай датчик дождя омыватели фар установлены туманка двигатель 2 литра fb 20 автомобиль коробка передач вариатор бесключевой доступ камера заднего вида на автомобиле установлена метла багажное отделение поверьте пересмотрели много фориков бюджет был один миллион двести пятьдесят тысяч до открываем дров смотрим там и валом но по факту хороших достойных вариантов их очень мало сзади у нас есть прикуриватель розетка коврик здесь у нас все чисто автомобиль идет с полноценной не с полноценной кто-то меня там поправил просто идет запаска донкрат швы идут заводские также есть полочка в багажнике второй ряд сидений на втором ряду сидений будет комфортно в принципе двум человеком будет комфортно трем человекому терпимо и бумага 245 5000 скинули полный мультируль сейчас покажу ну и на аукционе вот кто-то нечаянно наступил три с половиной балла кузов весь целый было вмятина на крыше и и выдавили бесконтактно крыша не красилась пробег 90 98000 здесь у нас подлокотник ремешок вытягивается для третьего пассажира автомобиль идет с подсветкой подстаканник само сердце автомобиля двигатель обратите внимание состояние двигателя ржавчины здесь нет двигатель шепчет работает как часики масло здесь даже производители рекомендуют лить 0 w 20 масло должно быть здесь жиденькая есть болячка у этих автомобилей это рулевая рейка рулевая колоночка она долбит практически у всех по при езде по асфальту по дороге это она не ощущается вот но куда ты выходишь на грубтовку есть она лечится но из опыта ненадолго кожаный мультируль мультируль полный мультируль работает эта редкость вариатор можно перевести в ручной режим до управлять это это нужно на ходу показывать датчик дождя дворники омыватели допустим многие не знают как пользоваться омывателями фар так вот друзья чтобы включить омыватели фар нам нужно сначала включить фары после этого попшик от на стекло тогда включится омыватель фар то есть вода будет к по брызгать брызгать на фару управление меню активный круиз-контроль x-mod подогревы x-mod хорошая штука и всевозможное дальнейшем минутам по расходу топлива время в поездке и так далее аварийка дуйки бардачок вот стоит ионизатор воздух отключения датчиков при столкновении здесь вот такая вот штучка есть . зверек да он сам маленький с этой стороны тоже такой да не широкий узенький допустим нам нужно в бок это двинуть как бы ну грубо говоря да этом по-своему выражаясь голова у нас здесь в этот промежуток нам попадает солнышко японцы молодцы об отрегулировали все солнышко нам больше никуда не попадает комплектация идет электропакет все работает сидушка у нас ездит вверх вниз отключение антибукса кнопка старт-стоп автомобиль обслуживался все замены все замены здесь есть также идет два ключа здесь у нас второй прикуриватель 3 прикуривателю спрятался у нас в бардачке также здесь есть очень удобная полочка вот таким образом она ставится сюда можно какую-то мелочь положить вот сюда можно карту засунуть вот еще раз покажу внешний вид автомобиля и так стоимость данного автомобиля 2014 года выпуска subaru forester 2 литра 1 миллион двести сорок тысяч рублей далее идет у нас один из то же самых таких популярных автомобилей это honda шаттл постоянно ребята вы путаете с honda fit шаттл не надо путать fit шаттл и шаттл это разные автомобили в основная масса людей основная масса подписчиков почему-то все предпочитают шатты гибриды данный автомобиль это не гибридная версия передний привод на вариаторе кстати кто-то спорил да то что там робота стоит нет если автомобиль не гибридный то стоит просто вариатор человек искал себе именно не гибридную версию автомобиля и так это автомобиль 2016 года выпуска стоил он 855 тысяч рублей отдали его за 845 тысяч рублей аукционная оценка четыре с половиной балла не битой не крашеные штатные литые диски неплохая летняя резина герметик парочки идет заводской обвес родные японские брызговики бесключевой доступ комплектация конечно не самых богатых но тем не менее и не самое называете лысая туманки установлены нештатные туманки ставили здесь лобовое стекло родное многие будут писать дорого да но хорошее дешевым не бывает пробег на автомобиле 55 тысяч он реального не бита не крашеный он идет четыре с половиной балла сама подкапотное пространство двигателя двигателя идут такие же давайте немного пройдемся по салону и техком состоянии салон японец придумал такие подстаканники самодельный аукционный лист вот он лежит родной бьется по статистике видите кузов вес целый четыре с половиной балла 55 тысяч пятьсот девяносто три тысяч пробег на данном автомобиле автомобили в город в нашу столицу в москву не нравится как у них трансформируется вот таким вот образом задний ряд сидений можно что-то там перевести ну и по местам место там тоже довольно много метла как обычно единственное единственный минус это багажное отделение здесь японец любил что-то возит но кстати вот этой вот этот шаттл он уже попал с какое-то видео я говорил то что мы его проверили проверили будем рекомендовать к покупке как видите его купили там можно челкнуть на защелочках здесь у нас прячется ремкомплект насос все на месте жидкость вот здесь у нас спрятался донкрат шов герметик все все идет заводское здесь такие ниши небольшие идут и также у нас сидение еще трансформируется на как он ведь он давайте с этой стороны тоже разложим хотя наверно не будем рассказывать уже много где раскладывали то есть по всякому по-разному можно сделать трансформацию трансформацию салона делается все видите как все очень просто буквально движением одной руки не слабо не слабо конечно 855 но четыре балла четыре с половиной не бит не крашен родной пробег два ключа мультируль магнитола климат обычный варик ручник ножной автомобиль заводится с кнопки дворники все включается все работает единственно что мне не нравится в этих автомобилях то вот обшивка их не знаете она такая подвержена скажем так износу что ли климат-контроль электронные камера заднего вида установлена мультируль работы кстати неплохое звучание идет автомобиля люфта нет тахометр 8000 ну как на большинстве автомобиля спидометров 180 ну и собственно сам сам пробег отключение антиюза складывание зеркал многие говорят кстати я в даже в каком-то видео говорил да то что практически на всех автомобилях зеркала у нас складываются то есть у нас нет такого да то что там не знаков гарантия их нужно вручную скалы практически на всех а там единицы автомобиля это по моему мира с и suzuki альта по моему еще что то есть то есть люфта здесь нету есть эко режим музыку делаем потише вот здесь два таких глубоких подстаканника здесь небольшая ниша столик вот здесь у нас идет розетка на 12 вольт и вот такая ниша не знаю если честно она неудобная что туда можно класть еще раз покажу внешний вид автомобиля honda shuttle 2016 год не гибрид стоимостью 855 стоил 855 тысяч рублей отдали за 845 тысяч рублей сегодня кроссовер у нас был универсал у нас был кроссовер это напоминаю subaru forester универсал это honda shuttle и седан это toyota corolla аксио автомобиль 2016 года выпуска в таком в знаете в ком-то молочном интересном цвете автомобиль у нас 4 воды он больный смотрите состояние автомобиля для 4 воды автомобиль едет у нас на сахалин это был не подбор автомобиля под ключ это был просто разовый осмотр изначально подписчик рассматривал себе либо honda fit либо аксио посмотрели ему несколько фитов он остановился на аксио да по салончику есть как бы пару царапин но в целом состояние салона очень хороший автомобиль не один и автомобиль идет полтора литра двигатель заводится с ключа кстати летняя резина довольно неплохая само подкапотное пространство двигателя вот эти стоит хорошие надежные они реально очень долго ходят долго много трансмиссия здесь идет вариатор также туманки повторители ветровики хром но это не хром ручки то накладкой скорее уже здесь налепили их в россии тоже ребят тоже много пластика по салону очень много вот это настоящий аукционный лист пробег 88000 аукционная оценка 4 балла сейчас покажу багажное отделение тоже все чисто аккуратно запаска есть швы герметик идет все заводское дополнительно стоп сигнал хороший надежный недорогой седан давайте немного прокатимся кстати автомобиль едет у нас плывет в город сахалин поэтому придется нам сейчас перегнать его другую города вот ну и немного покажу как он ведет себя на дороге по ходовым качествам плохого ничего не могу сказать про этот автомобиль единственное когда ему дает задаешь газу у них свойство такое слушать вариатору начинает прям быть я думаю вы слышали да это что на этих кузовах что на предыдущих кузовах но что на филдерах почему-то ведет себя так вариатор по данному автомобилю вопросов по подвеске нет абсолютно никаких то есть отрабатывает она так как и должна отрабатывать по обзорности при да не в принципе все достойно той стойки не мешает топовое стекло довольно широкая высокая поэтому все видно замечательно что касается расхода топлива в данный момент показывают то что на 1 литр мы проезжаем 10 и 8 ну практически практически 11 километров на руль машина отзывается великолепно то есть чуть-чуть его влево вправо даешь беспрекословно тебя автомобиль тебя слушает по подвеске это конечно не краунда не то чтобы подвески даже по месту в автомобиле как вот в крауне то в конь можно развалиться обычная нормальная подвеска то есть отрабатывает в меру в меру жесткая единственно что мне не нравится у тойот когда машина долго стоишь особенно стоит особенно зимой машину садишься хотя поначалу начинают именно по передней части автомобиля скрипеть скрипит резиночкой соленблоки пробовали устранять эту болячку заменой не помню на каком автомобиле был такой случай по моему на виши скрепили резинки стабилизатора поменяли даже резинки стабилизатора почему-то этот вот скрип он не ушел не знаю что это за особенность такая именно на тойотах впереди едет саксид саксид что аксио есть 13 что саксиды есть 13 саксид если он полторашечный двигатель такой же стоит один за ну реально хорошие клевые надежные надежные двигателя кстати саксид это тоже такой рабочий автомобиль он относительно недорогой то есть до 600 тысяч если не рассматривая там конь хорошая комплектацию джейл овску да можно выбрать саксид такую надежную надежную рабочую лошадку единственное хочу добавить сказать я бы сделал вакси вот эти уши зеркала заднего вида немного побольше потому что как-то маленькие они вот честно но не хватает немного обзора в них все автомобиль пригнали в транспортную компанию сейчас оформим документы автомобиль плывет в сахалин на сахалин в город корсаков на сегодня все всем пока